здравствуйте вы смотрите канал игры из бруклина сегодня я хочу поговорить о русскоговорящих хотел снять два отдельных видео но сниму одно потому что как бы не хочу я разбивать эту тему на 2 1 2 отдельных видео хочу высказать в одном видео потому что на самом деле начинает это немножко уже подбешивать других слов у меня нет объясню почему значит русскоговорящие вот у меня супруга ходила в госучреждения узнавала насчет пособий значит что касается пособия если у вас нет статуса если у вас нет грин карты если у вас нет гражданства то пособие вам не положено я сейчас попытаюсь выяснить как люди делают но такое ощущение как нам сказали там что видимо у людей что то есть что то есть что дает им право на пособие но с неопределенным статусом пособие не положено но в принципе это хорошо то есть мы как бы сходили узнали теперь знаем и это это хорошо что мы сходили но нам попалось ну я не ходил супруга ходила попалась и русскоговорящие значит вот знаете как лотерея она говорит так что одна русскоговорящая и попалась она прям вот хотела ей помочь вот прям вот все нормально там переводила подсказывал ее там еще что-то и потом весь персонал англоговорящий там тоже пытался ей помочь там что-то как бы они узнавали там спрашивали интересовались а узнаете есть какой-то тип русскоговорящих вот я даже объяснить это не могу вот она пришла и как будто супруга именно к ней пришла подавать там бумажку на пособие и вот она огрызалась что-то там говорила ну то есть такое впечатление как будто складывается что это ее деньги пытаются что-то там с ними сделать нам как бы не сами пособия были нужны а вот сам факт можно или нельзя то есть и как вообще эта процедура происходит потому что в америке закон намного ступенчато есть закон штата есть федеральный закон есть местные законы и пока все как выучишь пока будет поймешь что как почему проще пойти сделать что-то да и на этих пойти сделать понять как что работает что зачем и почему на то есть поинтересоваться у людей когда когда которые этим занимаются уже него непосредственно ни один день но вот это вот когда приходишь к русскоговорящим это просто это узнает это лотерея я бы сказал 10 на 90 10 процентов людей будут адекватно а 90 будут такие как блин тут не понимаешь зачем они вообще работают с людьми зачем они вообще приехали чё они вот просто это это вот я не могу это словами описать для для меня я пытаюсь это понять почему это как это и что это вот но таких здесь очень много да я понимаю почему все говорят что не надо иметь дело с русскоговорящим ни в коем случае не имеете делать русскоговорящие а те русскоговорящие которые реально что-то делать или пол или помогают они реально передаются из другого руки вот я вам серьезно говорю это вот я убедился на собственном опыте если вам советую то есть вы знаете человека как который вам советуют до кого-то русскоговорящего то можете быть уверен что в 80 процентов случаев это будет правильный совет потому что я даже меня слов нет честно это вот какое-то не знаю воспитание не воспитание вирус какой-то да что типа а а собственно у меня честно ребята меня нет слов и второй момент это вот у меня ребенок учится в школе в школе также есть русскоговорящие и знаете вот девочка одна там есть девочка которая она узнать у нее вот видимо не за дома так общаются с ней или вот что-то она вот там моет руки там а кого-то вытереть может там вынет козявку и кому-то там пытается на одежду там еще куда-то там да потом там я не знаю там возьмет ребенка за руку там расовую дёрнет чтобы он упал вниз или толкнет ребенка я вот честно сколько я видел здесь детей да вот англоговорящих ну нет у них такого я не видел чтобы они кого-то там обидели и что-то там вот понимаете не наоборот это ребенок плачет они наоборот сбегают спрашивают что случилось чем помочь почему ребенок плачет но среди русскоговорящих это вообще это вот для меня это какая-то вот честно я это в россии не приемлю никаким образом а здесь это это вообще дико бывают конечно исключения но это один из ста даже может один из тысячи из англоговорящих у русскоговорящих это каждый второй такой в общем как вот я не знаю как это все одним словом объяснить как это все рассказать пояснить но суть такова что суть такова что здесь все работает допустим вот не хочу я чтобы мой ребенок в классе сидел за одной партой там с этой девочкой я написал учителем записку что вот нежелательно чтобы они пересекались вместе их рассадили то есть нет никакого конфликта все мирно все тихо все спокойно их рассадили все они по разным углам сидят и друг друга не видят и не слышат и ребенок быстро английский язык лучше потому что сидит с англоговорящимися вот я заметил это только вот у русскоговорящих детей пока что пока что пока что я заметил только у русскоговорящих посмотрим что дальше будет как это все будет в дальнейшем в средней школе в хайску но пока это вот так вот в общем как то это все не хорошо хорошо и вот из-за этого строится отношения к русскоговорящим то есть всегда в этой стране к русскоговорящим в некоторых местах имеется маячок потому что все считают себя умнее других вот они приехали сделали махиназу они считают умнее других что их никогда не поймают их с ними ничего не будет и дальше хоть трава не расти но они не понимают что они сами действиями портят репутацию не только себе но и всем другим людям которые разговаривают на их языке вот собственно и вся вся политика мне добавить ничего честно у меня слов по этому поводу нету я вот рассказал так как есть добавить мне ничего поэтому делайте вы выводы сами все всем все хорошую удачи вам до новых встреч прощать берегите ваше здоровье дизайн 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 Продолжение следует...